я еще хочу кстати мне тоже света напомнила нами там и когда маленьким уж тоже грубо говоря в воде находимся и дышим и потом не свойственно нам выход в этот кислород допустим я так понимаю что раньше выходили в то же самое содовую среду и нормально и никто не кричал поэтому когда кричат если мы не приспособлены для современных мест нас откуда завезли ничего нас ниоткуда не заводили просто представьте в аквариуме рыбы у вас плавают и вы воду взяли все откачали рыбы плюхаются еле дышат и вы говорите о рыбы не приспособлены не мы не приспособлены аквариум наш террариум просто повредили и поэтому нам здесь тяжело как рыба без воды очень-то мало живет погибает точно также и мы находясь в разгерметизированном аквариуме очень мало живем до 100 лет это очень мало потому что нарушена наша естественная скажем среда обитания так скажу ну а вода скажем точнее это наверно сравнить как вот берут вода баклажки воздух накачивает газированная типа была то есть у нас просто в наш аквариум накачали очень много кислорода то есть воду откачали а кислород накачали сейчас еще вот момент тоже очень важный почему я настаиваю что плотность воды и вверху и внизу где мы жили было практически одинаково так как кто изучал мои труды которые озвучиваю я настаиваю что мы живем в яйце был во тьме лишь рот прародитель наш рот родник вселенной отец богов был в начале рот заключен в яйце был он семенем непророщенным был он почкой нераскрывшийся но конец пришел заточению рот родил любовь ладу матушку рот разрушил темницу силой любви и тогда любовью мир наполнился и родил он царство небесное а под ним создал поднебесные отделил океан море синее от небесных вод твердью каменной разделил свет и тьму правду скрип даю а вы посмотрите на классическое яйцо в яйце что вверху то и внизу жидкость есть желток внизу желтка одна субстанция вверху другая вот у нас та же самая была приблизительно ситуация тождественна то есть и внизу был скажем так определенного народа плотность а сейчас знаете как произошла в нашем яйце значит верхняя часть стала более скажем назовем воздушная а нижняя часть была стала более плотной то есть нафигачили грубо говоря соли ну или что-то в этом духе она стала более плотной а по сути когда-то скорее всего было что вверху что и внизу и это легко объясняется как многие наши предки это как там говорят садко ходил под водой и дышал а поэтому он и дышал потому что воздух и на дне океана и как говорится на поверхности практически не отличался наших сказках очень много есть моментов где освещается что люди опускаются на какое-то дно и общаются там всякими царями морскими при этом не испытывают никаких трудностей а это только может объясниться только этим что плотность вверху и внизу была одинаковая и легкие воспринимали и верх и низ нормально а сегодня я буквально посмотрела кунгурова вот и как раз посмотрела смотрю кунгуров выпустила 50 минут назад и посмотрела конечно много вопросов чем чем он сделал ролик наверное я думаю что сырой очень сырой как в аргументе сырой не знаю но может быть каждый болен делать то что он хочет мое мнение личное он немного поспешил надо было еще подумать потому что представляющая сколько на него накинется затем лучше бы семь раз отмерить потом один раз отрезать это только у нас слова никогда не ошибается сегодня с утра слушала этот эфиром по тому времени как могла послушать не всегда получалось к сожалению но с большим удовольствием послушала от 10 января до договорились ну и это что ты говорил думаю но такое впечатление будто бы ты вчера это сказал так что вот своих знаниях не меняешься есть не некоторые некоторые так немногие пункты где немножечко изменилось но главное то что ты говорил и говорит 6 месяцев прошло он сейчас говорит да кстати да любопытно посмотреть на потом попозже посмотрю ролик алексея а в двух словах что он упор на шарообразную землю делает но сейчас он говорит я не утверждаю что она имеет какую-то форму но то что она не плоская это факт и значит приводит аргументы и тот же самый маятник фуко уже насчет этого маятника фуко говорилось переговорилась и тем более тот эксперимент который он провел но так глянь там все понятно там даже не надо сильно много смотреть понятно все тоже это же механические уже не сам раскачался и не делает вот этот вот эти движения свет но алексей упорно сейчас гнет все-таки за маленькую кругленькую ведь не очень не очень у меня такое подозрение что он все-таки через чуть-чуть мы увидим что он склонится к славе отойдет потому что он начинает значит плоская земля нет уже нет но какая форма земли он не хочет озвучивать потому что говорит он сам не знает но то что она вертится это раз но сего экспериментов это наоборот еще более запутывает его эксперименты не приводит это не аргумент я так думаю даже и даже не подумал но точно что это не плоская земля подождите подождите скоро он будет нож я думаю что он может быть надеюсь что он не слышит меня сейчас вот но он делает такой пассаж чтобы перейти к вячеславу это сто процентов посмотрите это первые шаги не знаю мне что-то кажется что он будет это пожизненно петлять между плоской и маленьким шариком чтобы не вашим не нашим и чтобы плоскоземельцев не обидеть очень смелая напрямую против плоскоземельцев и говорит что я не утверждаю что круглая ну да он говорит я не знаю какой формы и она крутится так что здесь двояка будет носу сотовой модели тоже земля прекрасно крутится и ничего не мешает крутиться и вот как там я уже тема была с этими с библией виктор говорил земля находится в центре вселенной и вокруг нее крутится солнце и луна это если по моей карте смотреть имеется в виду вот это тех тут сейчас давайте расшарю внутренний круг вот мы как раз в центре находимся и у нас тут крутится солнце и луна а потом же за этим антарктийским кругом еще идет 8 варш сейчас я расшарю чтобы тех кто не в курсе очередной раз поняли о чем я посмотрел с удовольствием этот ролик даже меня же как раз проблемы были и вот ночь смотрю ты как раз выпустил думаю ну-ка посмотрю да уже мы слушатели зрители вот что имеется как назовем святых писаниях просто так ничего не писалось трудности перевода и интерпретации именно как как это видит поэтому если правильно воспринимать что мы находимся центре вселенной на самом деле вселенная это сота мы внутри это и в индульских ведах описано что мы находимся внутри этой вселенной то есть вот этот небольшой пятачок скажем так упаду о подножья горы меру у корней джамбо 2 потом идет внешний антарктический круг за которым находится уже 8 варш вот это именно так ну естественно по кругу ходит солнце луна причем вот это ж не я рисовал это где-то его цыганил с интернета здесь это тоже показано кто нарисовал зачем как этому человеку попала эта схема непонятно на этой схеме обратить внимание тоже ходит по кругу причем я так понял с тобой разбирали смотрели надо кстати псевдо эти египетские легенды подымать я смотрю тут сет и анубис получается что одна луна была сет а вторая луна анубис это сейчас предположительно черный принц кто не знает что такое черный принц погуглите это погуглите это если луну мы видим да то черный принц он находится он закамуфлирован то есть он постоянно присутствует рядом с нами но ученые такого назвали черный принц это еще один гигантский космический корабль который находится в наше скажем так поле зрения но он качественно это камуфлируется то есть он вообще не светится так выключил фары заехал в лес и и все и мы его не видим но он есть вот кстати тоже у меня тогда мысль промелькнула меня там человек тоже вдохновился этим роликом там тоже очень большой резонанс от того ролика пошел просто игра позитива игра негатива но негатив это это уже для меня уже позитив то есть любая реакция негативного характера мне только вдохновляет я понимаю что на правильном пути вот и вот версия там была такая предложена что продолжительность жизни человечеством человечество четко упирается связанная с назовем солнцем условно то есть чем вот мы допустим центре живем это так я быстро и солнце у нас допустим так ходит у нас 24 часа сутках мы живем допустим 100 лет а те кто за внешним кругом у них солнца делает больше круг и у них вот допустим 36 часов сутках и поэтому они уже живут это там 300 400 может и тысячу лет в этих в индусских писаниях вообще там описано что обитатели внешних варш это живут по 10 тысяч лет но это предположение что с солнцем связано продолжительность жизни там уже надо разбирать ну не знаю алексей я бы на месте алексея вообще тему тему но его не невозможно еще хочу сказать на месте алексея вообще тему земли не трогал бы игнорировал потому что здесь лучше бы промолчать чем быть глупо выглядеть ну смысл но современные исследователи пытаются линейкой взвесить картошку но они не понимают что для взвешивания совсем другие приборы то есть вот это как слепые котята всем все практически исследователи без исключения тычатся они пытаются теми инструментами которые нам подсунули я всегда это вспоминаю на этот счет польский фильм советском прокате он шел новые амазонки у польши он назывался секс миссия для советского союза еще рано было такое название давать секс миссии и там что-то там по сюжету там женщина переодетый мужчина показывает какой-то прибор я не помню там то ли взбивать желток яиц то ли что-то и он достает а вот смотрите там сто лет назад этим прибором там мужчины пытались женщины все а он показывает обыкновенную там сбивалку желтка чебелка ну или что-то в этом духе этот инструмент служил для нанесения резаных ран так самцы мучили женщин а для чего служил этот предмет наверное не нужно объяснять вот тут приблизительно то же самое то есть по похватали вот эти всякие приборы как они называются там маятники шмаятники и которые предназначены вообще для других это моментов но они пытаются упорно ими взвесить замерите хотя это совсем другие приборы не выполнять другую функцию я хотела тебе еще сказать на вот насчет вот этих лун и арков сета и анубиса это же взято из мифологии египетской и здесь у меня действительно такая странная ассоциация идет если двух словах значит расскажу значит был в египет египте боги сервис и и осирис по моему сервис это муж и осирис жена они родились с это и у них был брат у сервиса которого зовут было звать анубис это второе его имя анубис это был бог вот и он на этой земле наполнил эту землю водами мастурбан когда он себя промастурбировал и семя извержения наполнила эту воду водами и корову зиму и козу седу он родил во царстве своем святом из их сосцов разлилось молоко по небесному своду синему когда он себя промастурбировал и семя извержения наполнила эту воду водами и сейчас тот кто знает анубиса обычно ну так издеваются смеются еще красивее значит вот этот анубис хотел забрать как всегда борьба между братьями и хотел забрать первообладание этой землей у своего брата сириус сири сириуса сириуса не помню его убил и осталась жена сирис которая должна перейти к нему как жена он обязан взять ее жены но он был рад тому он хотел ее взять в жены но у асирис остался сенсет и чтобы асирис вдова которая безудержно плакала по своему мужу убитому и анубис взял расчленил своего брата на там на черт знает сколько кусков и по раскидал по всей земле по спрятал по всей земле асирис нашла все куски кроме конечно же единственного куска и какой же кусок понятно уже фалос она не нашла и значит пока не нашла вот этого самого главного куска из тела значит не могла соединить и своего мужа вместе и чтобы он ожил тем временем сын сет подрастал и когда пришло время кто должен был заступить на пост первообладание нашей земле сет или анубис анубис сделал пышный праздник и все знали прекрасно что каким-то образом он должен убить своего племянника потому что по истечению ну 18 лет скажем сет должен стать правителем потому что он жив и надо было каким-то образом убрать этого племянника единственным образом как можно завоевать первородство потому что также и брат он тоже имеет полные права и здесь развилась борьба как можно унизить первородство ну как унизите как можно унизить вот это действие осталось у нас идет в тюрьмах между прочим это надо каким-то образом чтобы семя твоего врага попала тебе внутрь этим ты унизишь один враг унизит 2 обрада и тот кто сумел залить это семья он будет главнокомандующим для него ну и его права будут а этот будет унижен так это в тюрьмах называется я это помню говорилось это из часто фольклоры папка повторяется петух останется ни с чем и значит что посоветовала мама вот потому что он должен быть идти на званый ужина к своему дядюшке значит встать поутру и салат вот салат обыкновенный салат который растет эти зеленые листья облить и своим семьям и значит сет приходит вечером на званый ужин много гостей все подвыпившие так и написано что было делось рекой хмельное зелье хмельное зелье не знаю что такое может это что-то там и какая-нибудь или какие-нибудь наркотики и к вечеру позднему вечеру подходит анубис дядюшка племяннику и говорит а не устал ли ты племянник мой а племянник ему отвечает дядюшка я устал и тогда дядюшка говорит ну ложись на это широкое ложе который я приготовил для нас с тобой они легли на это широкое ложе и дядюшка пытался внедриться в своего молодого племянника но племянник с собой взял руки лодочкой и сделал таким образом потому что дядюшка был пьян и заставил поверить дядюшку что семя вливается в него а сам же поутру когда дядюшка уснул вышел на огород его и полил свое семя личное на салат на зеленый салат своего дядюшки дядюшка поутру проснувшись любитель позавтракать салатом и дядюшка был хорошем расположении духа потому что он был уверен что первородство принадлежит но завоевание владения землей принадлежит ему так как семя его значит внутри своего врага своего племянника и он начал хрумать этот салат который содержал семя племянника и тут племянник разрождившись смехом объявляет о своей победе дядюшка чуть не подавился салат и сказал это брехня но умный племянник по навету мамы мамочки своей такой умной девушки сказал пусть жрецы восстановят истину и жрецы начали исследовать внутренности дядюшки каким-то образом и сказали к сожалению до семя твоего племянника внутри и сет стал первообладателем нашей семьи ну вот тоже тогда слова сказал первый раз я вот задумалась или действительно если разбирать по мне по буквице показалось бы твердь ну вот о это так наш ответ на ответ наша земная твердь наша физическая оболочка и мировознание в которой находится наша физическая оболочка в данной моменте это освещенное знание мира то казалось бы но я думаю что во первых насчет раба я уверена вот чувствую внутри что это было подлог так же как ну злых зла вас я его слава вот это подлог понятий подмена не подлог подмена понятия этот ну вот подлог и поэтому многое надо действительно пинцетом вытягивать действие одно слово другого и и вот у нас начинается такой диссонанс когнитивный в голове также как видно поэтому коран ведь действительно но невозможно читать до того тяжело читать и когда я его читала я всегда его читала на сон грядущий обычно обычно сейчас а ты в курсе что коран не читают арабы они его заучивают ну так же и тору заучивают ну тору я говорю там хоть хронологически можно как-то подвести можно заучить кран это невозможно даже даже заучить да да я ведь я знаю я знаю и поэтому я пыталась читать вот читаешь одну тусуру читаешь и думаешь и засыпаешь для меня это такое снотворное было что а ты знаешь еще в введении корану там было написано я не знаю если я сейчас так быстро найду там написано что они и ели написано но буквами и так как этот автор не знает как перевести что обозначает это слово и значит когда они в период рамадана не имели права во время днем есть ничего и они ели только один сухарь написано представляете а я читаю мне смешно потому что это же наше слово а он не знает и пишет если я сейчас найду быстро так что я передаю слово может быть найду а пока рамадане у исламистов но не так скажем у арабов у них летоисчислений или месяца считается там по 9 месяцев и вот рамадан месяц рамадан он оказывается проходит в разные дни в разные в разное время это же как раз славянский календарь и в календаре славян 9 месяцев было году они и у них и у них и у них же лунный календарь у арабов и получается у них вот этот лунный год на 10 11 дней короче чем вот нашу вот сейчас до современный год и поэтому у них сдвигается у них в основном летнее время этот рамадан а бывает такое что и зимой вот так вот сдвигается сдвигается тоже сейчас озвучу она вроде тема ушла но я внутри как бы ликую то есть уважаемые слушатели зрители кто подключился только шум мы разбирали вопросы связаны с библией с кораном и там прозвучала тема с коровой я как бы наталкиваясь в наших древних писаниях которые дошли даже в обрывочной форме не мог понять там определенную мысль вот благодаря свету и виктору как бы я наверно все-таки приблизился к этой разгадке там было упоминание что наши предки прибыли созвездия зимун но получается неправильности перевода то есть получается предположительно это было не созвездие космический корабль и наши предки просто с этого смуна с этого космического корабля сюда спустились они из какого-то созвездия которого естественно не существует рот из уст и спустил птицу матерь сва духом божиим родил сварога был беремен он божьим словом барму породил бормотанием и корову зимун и козу седун он родил во царстве своем святом и из их сосцов разлилось молоко по небесному своду синему вот такая раскладка то есть кто подключился шло и упоминание о желтой корове которая не предназначена для классических целей вот а предки называли это наши корову зимун то есть этому на так космический корабль тогда все становится для меня я очень рад что как бы у меня много у самого вопросов я постоянно любитель это ставить себе одну очень сложная задача вот как вот данная и вот я как бы и разрешил и мы все как бы услышали небольшой но интересный ответ слав и не знаю если ты помнишь я к тебе когда познакомилась с тобой и первым моим вопросом было арк по италии ходила светлана ходила стучалась дома переведите что значит арк но у нас арка называется и тут я услышу арк что это космический корабль во первых сразу стало на на свои места а я у всех спрашивала ну что такое арк вот но иной это же у него тоже был парк вот кстати ной была арка дину и ной его арка так он наверное не не плавал там по водам ну вот классическом нашем понимании что по водам он плавал плавал и если даже помнишь слов ты говорил что сейчас откачали у у нас воздух скажем так а у нас атмосфера была намного плотнее и мы могли летать так он тогда действительно плавал здесь и когда услышала ну насчет этого арка это космический корабль он плавал вот он да он где-то ну я даже не знаю если над нашей территории плавал может между сотом и плавал тоже слав что-то тоже странное здесь ну да ну кстати здесь она все-таки термин то что я говорил когда вот морякам психологически тяжело использовать слово когда они слышат плавает они возмущаются что плавает только дерьмо типа ходят ну да они сюда ходят а я их подкалываю ходят только это по нужде а в нашем речи было воздухоплавание и плавали и по воздуху и по морю ходили точнее ну да сейчас я рет вторую этим морякам плавали то есть ну а вода скажем точнее это знаете это наверно сравнить как вот берут вода баклажки воздух накачивает газированная типа было то есть у нас просто в наш аквариум накачали очень много кислорода то есть воду откачали а кислород накачали и сейчас еще вот момент тоже очень важно почему я настаиваю что плотность воды и вверху и внизу где мы жили было практически одинаково так как то изучал мои труды которые озвучиваю я настаиваю что мы живем в яйце а вы посмотрите на классическое яйцо в яйце что вверху то и внизу жидкость есть желток внизу желтка одна субстанция верху друга вот у нас та же самая была приблизительно ситуация тождественно то есть и внизу был скажем так определенного народа плотность а сейчас знаете как произошла в нашем яйце значит верхняя часть стала более скажем назовем воздушная а нижняя часть была стала более плотной то есть нафигачили грубо говоря соли ну или чё-то в этом духе она стала более плотной а по сути когда-то скорее всего было что вверху что и внизу и это легко объясняется как многие наши предки это как там говорят садко ходил под водой и дышал а поэтому он и дышал потому что воздух и на дне океана и как говорится на поверхности практически не отличался наших сказках очень много есть моментов где освещается что люди опускаются на какое-то дно и общаются там всякими царями морскими при этом не испытывают никаких трудностей а это только может объясниться только этим что плотность вверху и внизу была одинаковая и легкие воспринимали и вверх и вниз нормально даже еще советском союзе показывали разработки я помню типа хочу все знать когда люди дышали под водой накачивали воду якобы кислородом я не помню потому что я была достаточно еще маленькой то что я не всегда что люди через какое-то время дышали водой а потом я уже увидела здесь фантастических фильмов и потом фильмах про это 007 этот агент 007 там тоже под водой дышали так что ниоткуда ничего не берется я еще хочу кстати вот мне тоже света напомнила нами там и когда маленьким уж тоже грубо говоря в воде находимся и дышим и потом не свойственно нам выход в этот кислород допустим я так понимаю что раньше выходили в то же самое содовую среду и нормально и никто не кричал поэтому когда кричат есть мы не приспособлены для современных мест нас откуда завезли ничего нас ниоткуда не заводили просто представьте в аквариуме рыбы у вас плавают и вы воду взяли все откачали рыбы плюхаются еле дышат и вы говорите о рыбы не приспособлены не мы не приспособлены аквариум наш террариум просто повредили и поэтому нам здесь тяжело как рыба без воды очень долго это мало живет погибает точно так же и мы находясь в разгерметизированном аквариуме очень мало живем до 100 лет это очень мало потому что нарушена наша естественная скажем среда обитания так скажу а